Маленький механизм один на один с громадной кучей снега. Погрузчиком мастерски управляет рулевой Алексей Приходько. Машинист с семилетним стажем работы такого разгула стихии в Уссурийске не припомнит. Как-то было по деревням, еще на грейдерах работали, по заносам, надувам. То есть грейдера, даже водовый, самый большой грейдер, пробить не мог. По деревням. В городе такого уже давно не было. На другой транспортной развязке аппарат мощнее. Снега загребает гораздо больше, но уступает собрату в маневренности. Машины снуют и там и тут. Внимательность нужна двойная. Все движение не перекроешь, приходится выкручиваться и так, и так. Ну, конечно, есть водители, которые понимают, притормозят, остановятся. Есть, которые даже под хожем пытаются проскочить, чтобы только успеть куда. А по таким дорогам раз можно будет делать. В авральном режиме работают рулевые снегоуборочные техники. В приоритете самые востребованные автомобилистами улицы и транспортные развязки. Но чистят и окраину, и дороги к селам. Работы много. А потому сейчас спецбригадам не до сна. Были две роженцы позавчера ночью. В 12 ночи с воздвиженки забирали роженицу. И в 5 часов утра сады тоже девушка родила. То есть спецтехника сопровождала скорую? Обязательно, обязательно. Круглые сутки, вот 4 суток люди не спят у нас. Все работают, 2 часа поспали, там обеды горячие, все, и вперед. Активно чистят снег и во дворах. Управляющие компании боролись со стихией еще вчера. Работа продолжается и сегодня. Но помощи от управляющих организаций дождались не все уссурицы. Взявшись за лопаты, жильцы сами пошли боем на снег. Ну а как же жильцы должны ходить по дороге, не по снегу, чтобы были расчищены дорожки, по крайней мере, чтобы машины могли проехать. Мало ли какая-то скорая помощь. Тоже машины, которые вывозят ТБО. Весь снег с улиц, скверов, парков и дворов везут на снежные полигоны. В Уссурийске определено два таких места. На улицах Фадеевой и Московской. Сюда вывезено уже больше 300 камазов. Полигон на улице Московской уже напоминает громадное снежное царство. Каждую минуту сюда прибывают новые груженные автомобили. За 7 дней, которые отведены на ликвидацию последствий ЧАЭС, эта территория превратится в бескрайнюю снежную пустыню. Ольга Муравьева, Анатолий Молчанов, Телемикс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова